Спасибо большое. Мы хотели доложить коротко о наших инвестициях с БРИКС и о предложении трех платформ, которые в нашем понимании могут эффективно нарастить дополнительное экономическое сотрудничество стран БРИКС. Во-первых, мы проинвестировали со странами БРИКС в экономику России уже 1,6 трлн рублей, более чем 100 проектов. В этих компаниях работает миллион человек. И что очень важно, мы также следим за тем ростом торговли со странами БРИКС. И видим, что 85% торговли – это расчеты в национальных валютах. И сегодня мы, например, объявляем об инвестиции в одну из компаний российских, которая будет помогать системе расчетов, в том числе взаимодействуя в расчетах между странами БРИКС. Также мы предлагаем три важные инициативы, в том числе первая инициатива – это инвестиционная платформа БРИКС. И мы предлагаем это как… Что это? Да, вот, Владимир, вы знаем про банк БРИКС, но он в основном финансирует только долговое финансирование. И мы прекрасно с ним работаем. Первый проект банка БРИКС – Карелия. Это, соответственно, тоже совместный проект. Мы предлагаем, что по модели РФПИ соинвестировать с большим количеством странам БРИКС, стандартизовать инвестиционные проекты и резко нарастить инвестиционную активность именно в акционерный капитал. По модели РФПИ создано уже шесть суверенных фондов. И мы считаем, что вот эта модель соинвестиций, она резко позволит нарастить именно акционерное финансирование проекта БРИКС. Вторая наша инициатива – это связано с климатом. И мы видим, что Запад иногда навязывает свои стандарты по борьбе с климатом. Мы считаем, что БРИКС можно объединить усилия и стандартизовать наши климатические проекты. Это позволит в том числе, например, Саудовской Аравии, если есть более эффективный дешевый климатический проект в России, инвестировать в Россию, получать углеродный кредит за этот проект в Саудовской Аравии и, соответственно, более эффективно снижать свои климатические эффекты. Поэтому речь идет о стандартизации всех климатических проектов и создании единого эффективного рынка углеродных единиц стран БРИКС. И третья инициатива – это искусственный интеллект. И мы покажем примеры наших инвестиций. Мы видим, опять-таки, что страны Запада иногда пытаются создать монополию в сфере искусственного интеллекта. Страны БРИКС имеют мощнейшие ресурсы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта. Мы помогаем нашим компаниям выходить на рынки страны БРИКС, о чем мы сейчас расскажем. И считаем, что необходимо объединить усилия прямо формально, как альянс искусственного интеллекта стран БРИКС, для того, чтобы были стандарты, единые подходы по развитию искусственного интеллекта. И сегодня мы, кстати, тоже… Я тогда покажу примеры наших инвестиций в искусственный интеллект. Это компании, которые становятся международными лидерами. Например, вот компания по производству протезов Моторика. Мы сейчас покажем пример. Это лидер по производству протезов, которые в том числе используют технологии искусственного интеллекта. Мы помогаем им выходить на внешние рынки. Они уже присутствуют в 17 странах. И это тоже компания, которая является лидером в своем сегменте. Компания Энтек, мы также покажем, присутствует уже в 34 странах мира. Мы помогли им с выходом в Саудовскую Аравию. Это компания, которая резко повышает эффективность за счет распознавания образов, не только движения, но, например, в медицинской сфере. И также лидер телемедицины в России, компания Доктис. Очень эффективная компания. Мы также ее выводим на рынок в Саудовской Аравии. И Саудовская Аравия будет более эффективна в сфере медицины за счет нашей компании Доктис. Также инвестируем в ЦОДы, в дата-центры. И сегодня объявляем об инвестиции в компанию Bitriver, которая является одним из лидеров по дата-центрам в России. И тоже планирует расширять свои дата-центры на страны БРИКС. Что касается эффективности искусственного интеллекта, то мы видим, что именно фокусируясь на различные вертикальные индустрии, промышленность, фармацевтика, транспорт и логистика, мы можем повысить эффективность наших портфельных компаний в разы. И это цифры уже от конкретного внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях. В промышленности это не только снижение издержек, но повышение эффективности, снижение аварийности, снижение брака. В фармацевтике это не только сокращение затрат, но гораздо более быстрый вывод лекарств на рынок. В транспорте и логистике это повышение пропускной способности дорог до 50%, повышение эффективности складов. Очень важна добыча полезных ископаемых. В странах БРИКС находится 50% всех запасов нефти доказанных. И, например, мы сегодня объявляем, инвестируем в компанию Lab Advance, которая за счет чипов искусственного интеллекта в 3-5 раз понижает стоимость исследования новых месторождений. Это российская технология, ее используют ряд уже российских компаний, но они также работают в Китае, также работают на рынке Саудовской Аравии. То есть это пример компании, которая может радикально помочь нефтяным компаниям стран БРИКС повышать эффективность добычи. Также умные города — это не только сокращение планирования, но и снижение энергозатрат. И в медицине и здравоохранении очень важный потенциал. Я вот сейчас хотел представить коллег из компании Моторика, которые делают умные протезы, и которые являются лидером в своей индустрии, и которые активно развиваются на рынке БРИКС. Пожалуйста, Андрей. Добрый день, Владимир Владимирович, генеральный директор компании Моторика Андрей Давидюк. На сегодня Моторика в России один из лидеров отрасли протезирования. Сегодня благодаря инвестициям РФПИ в 2019 году мы приступили к разработкам протеза рук, которые управляются технологиями искусственного интеллекта. На сегодня при поддержке РФПИ продвигаем продукцию на Ближний Восток и еще в 17 странах мира. Наше ведение компании через 10 лет — это быть российским технологическим лидером в этой сфере. Мы рассчитываем и целимся в 8-10% мирового рынка. По нашим оценкам выручка будет около нескольких сотен миллиардов рублей. Также мы видим, что происходит сейчас консолидация игроков на этом рынке, не только в России. И сейчас самое время создавать крупную компанию, которая будет способна эту долю рынка на мировом рынке для людей с инвалидностью занимать. Мы исходим еще из того, что Россия не только должна быть сильной, в ней уже сейчас есть технологии, которые Россия может предлагать странам БРИКС+, которые ранее были зависимы от западных технологий. И мы знаем, что для этого делать. Мы это делаем каждый день. Мы строим компанию, крупную компанию, которая будет одним из лидеров мирового рынка. И вот сегодня с нами мой коллега Максим, он как раз один из пользователей нашей компании. Он входит в группу тестировщиков, которые на каждой дневной основе испытывают, как работает протез с искусственным интеллектом, в чем его отличие, в чем его польза для людей с инвалидностью. И планируем, что в 2025 году мы на рынок выведем. Максим, тебе два слова. Да, меня зовут Максим Гемец. Я уже два года почти что пользуюсь нашим протезом. Пальцы потерял 20 лет назад, но сейчас уже с помощью протеза я хорошо его освоил, могу играть на гитаре, картинчик продемонстрирую, чему я научился. Стараемся. И также компания EnTech, это один из лидеров по распознаванию лиц, сотрудничает вместе с Ростехом. И вот, соответственно, Алексей расскажет тоже про компанию. Алексей Памарчук, генеральный директор компании EnTechLab. EnTechLab – это российский разработчик решений на основе искусственного интеллекта, при этом мировой лидер по качеству видеоаналитик в сфере распознавания лиц, технологический партнер госкорпорации Ростех. Мы очень плотно взаимодействуем с РФПИ по продвижении самых инновационных продуктов компаний на российский рынок, на международный рынок. Сегодня мы работаем в 62 регионах России, реализовали проекты в 34 странах мира, в том числе в странах СНГ, Республике Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Латинская Америка, страны Африки, Ближнего Востока, Азии. Среди ключевых направлений деятельности компании – это направление безопасности, то есть искусственный интеллект встроен в систему комплексной безопасности противодействия угроз. Эта система сегодня работает в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Краснодарском крае, кстати, Республике Татарстан, также стоит наша система. Второе новое направление для нашей компании – это медицинская аналитика. Мы разработали решение по выявлению заболеваний головного мозга, инсульт, рассеянный склероз. И вот за прошедший месяц уже прошло 34 тысячи исследований с помощью искусственного интеллекта головного мозга на выявление таких заболеваний. Направление транспорта, транспортная логистика, безопасность общественного транспорта. И вот, кстати, в первом российском электромобиле АТОМ тоже будет стоять наша система на распознавание состояния водителя, его усталости, ну и лиц допущенных. Решение для городской среды по самому широкому спектру ЖКХ, транспортная логистика, контроль, в том числе искусственный интеллект позволяет подсказать, где организовать, например, культурные места, места для туристов. Мы работаем в странах БРИКС, в частности, участвуем в создании системы безопасности в Бразилии. Реализовали проект на западной железной дороге в Индии по поиску людей, пропавших без вести. Сейчас эта система тестируется в ЮАР. Также реализовали решение в Дубае на выставке для подсчета посетителей, соблюдения карантинных мер. И сейчас мы как раз Российским фондом прямых инвестиций прорабатываем решения, чтобы максимально тиражировать решения и внутри стран БРИКС, масштабировать их, и тиражировать их на другие страны, потому что видим в них большую полезность не только для государственного сегмента, но и для промышленности, сельского хозяйства. Они реализованы, эти решения, в России, и мы можем предложить их странам БРИКС. Думаем, они будут очень полезны. Спасибо большое. Здесь очень важно, Владимир Владимирович, что они передают данные. Вот, соответственно, если они в стране Ближнего Востока, то страна Ближнего Востока контролирует эти данные. В зависимости от других систем иностранных, где они пытаются данные владеть у себя, забрать и так далее. В завершении просто хотел сказать, что тоже мы также здесь пригласили большое количество компаний искусственного интеллекта из стран БРИКС. Это абсолютно лидеры в своем сегменте, от аналитики больших данных до компьютерного зрения умного города, роботизации, дата-центров, агросектора. И что очень важно, мы с ними очень хорошо сотрудничаем. Да, иногда есть некая конкуренция между нашими компаниями, но это здоровая конкуренция. Эта конкуренция не основана на барьерах как-то помешать. А в основном мы выводим наши российские компании, например, на рынок Индии, находим их там партнера, которые являются локальной компанией, и они успешно развиваются. Поэтому, Владимир Владимирович, хотели попросить вас поддержать, вот то, что деловой совет поддержал, наши инициативы по инвестиционной платформе БРИКС, по климатической платформе, которая будет важна, и, соответственно, по альянсу искусственного интеллекта для стран БРИКС. Все важно. Спасибо. Все критически важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. До свидания.